Дамы и господа, всем привет! Сегодня я расскажу о новом кресле, которое появилось в ассортименте магазина Мир Автокресел. Кресло у нас от бренда Chica. Оно называется Universal Fix. Правильно же я произнес? Universal Fix. Это кресло категории 1, 2, 3. С 9 месяцев до 12 лет можно его использовать. И вы знаете, я Chica вообще как-то вот для меня это всегда где-то мимо проходящий бренд. Я его особо не изучал никогда, мне был неинтересен. Но на самом деле зря. Есть интересные модели, как вот это. Это причем кресло, если мы будем сравнивать с креслами в категории 1, 2, 3. С пятиточечными ремнями, с изофиксом, с якорным ремнем, с возможностью крепления просто ремнем. У нас просто почти не останется конкурентов. А те, кто есть, ощутимо дороже в лице немцев. Сами, наверное, понимаете, о ком я сейчас говорю. Поэтому это кресло по цене и качеству, и то, что оно нам предлагает, ну, на самом деле, мало, мало, да практически нет достойных прям конкурентов. Нет, есть, конечно, но оно немножечко интереснее, чем они. Поэтому сегодня мы о нем поговорим. Напоминаю, с 9 месяцев. Соответственно, давайте пока разберем, как пристегивается ребеночек, как кресло. Потом посмотрим на ткани, там, ну и на все остальное. Что касается, кстати, безопасности, сразу скажу. Здесь все самые последние технологии использованы. Сбоку дополнительная защита стоит. Очень неплохие краш-тесты она получила. Отлично вообще у нее оценка по экологичности, что немаловажно. Поэтому креслу можно доверять. В плане безопасности все четенько, здесь нормально. Вот, давайте посмотрим. Вот у нас 9-месячный ребеночек, нам его нужно посадить. Что нам для этого нужно? Ребенок. Для начала. Соответственно, дальше нам понадобятся пятиточечные ремни. Ими мы пользуемся, я имею в виду пятиточечными ремнями, пристегиваем ребенка. Ременка где-то до метра роста. Дальше ремни демонтируются, и вход идет уже взрослый ремень. Вот. Я их демонтировать сейчас ремни не буду. Просто представим, что их мы убрали. И покажу попозже, как ремнем пристегивается. Соответственно, посадили ребеночка. Пристегнули пятиточечным ремнем. Вот, соединяется ремень в один. Все защелкиваем и натягиваем. Соответственно, натягиваем так, чтобы у нас палец спокойно здесь помещался. Не давить, передаливать ребенка ни к чему. Это хорошему не приведет. Поэтому приблизительно вот так вот. Мягкие накладочки со специально прорезиненной поверхностью, чтобы ребенок не проскальзывал, чтобы он удерживался лучше. Для комфорта маленького карапуза у нас здесь в комплекте есть вот такой вот вкладыш. Давайте я его сейчас достану, покажу вам. Вот смотрите, вот такой вот вкладыш у нас идет. Он мягенький. Соответственно, он нам нужен для маленького ребенка. По мере роста ребенка, нам нужно просто его отсюда достать. И посмотрите, как высвобождается пространство для подросшего ребенка. Что касается, кстати, материалов. Ну, я бы не сказал, что это материал какой-то дорогой. Это простецкий материал. Ну, на самом деле, сюда, если надели бы дорогой материал, она бы стоила дороже. Поэтому здесь цена, качество. Качественный достаточно материал. Тактильно не раздражает. Мягенький. Ну, что еще надо? Поэтому экологичность прекрасная оценка. Я думаю, что с тканью здесь в любом случае все нормально. На ощупь, ну, может кому-то показаться синтетикой. Ну, не знаю, мне так не кажется. Так, что мы имеем? Ребенок до 100 сантиметров дорос. Вот где-то в кавычках там вытаскиваем у нас ремни. И в ход идет взрослый ремень. Взрослым ремнем все очень просто. Подголовник поднимаем. Застягиваем там. А вот этот ремень идет через специальный направляющий в подголовник. Смотрите, здесь мы его пропускаем. Он всегда так. Опа. Все. Вот так вот взрослый ребенок. Ну, как взрослый ребенок. Смешно звучит, да? Ну, 100 сантиметров. Все. Вот так вот у нас пристегивается уже взрослым ремнем ребенок. Поэтому, смотрите, высота подголовника должна быть от плеча до подголовника не больше двух пальцев. И не меньше одного. Это вот правильное положение подголовника. Потому что ремень проходит здесь взрослый. Ремень автомобильный. Если мы поднимем выше, он идет на горло. Это опасно. Все. Уяснили с ребенком, как, здесь чего. Все хорошо. Сейчас я еще вам покажу в плане комфорта, какой здесь у нас есть наклон. Что мы получим. Здесь у нас есть регулировочка. Вот. Получается наклон. Этого более чем достаточно, чтобы ребенок уснул. Голова не висела вперед. И он себе нормально поспал. Здесь глубоко находится подголовник. Все нормально. Как по мне. Мы мерили детей. Недовольных я не видел. Поэтому с посадкой, я считаю, здесь все очень неплохо. Так. Давайте теперь разберем, как пристегнуть кресло. Например, вы захотели пристегнуть впереди. На переднем сиденье. Здесь есть такая возможность. Или у вас просто нет изофикса. Здесь без проблем это можно сделать. Нам нужно... К изофиксу мы тоже придем. Сейчас пока без него будем устанавливать. Я вам покажу. Нам нужно вытащить ремень. Здесь вот такие вот направляющие. Пропускаем ремень там. Сюда прокинули. Второй рукой достали. Пропускаем нижний ремень в нижних красных направляющих. Потом пристегиваем. И вот смотрите. С моей стороны есть вот такой же красненький направляющий. Я его открываю. И, соответственно, просовываю в него ремень. После чего натягиваю как можно сильнее. Действительно нужно приложить силу, чтобы это все было эффективнее. Хорошо натягиваем. И, соответственно, зажимаем. Вот. Это кресло сейчас... Я даже руку не могу туда просунуть. Оно вот сейчас... Я могу его поднять вот это кресло, поднимая это. Оно настолько плотно держится. Поэтому, даже если нет изофикса, можно смело рассматривать эту модель. В общем, как ремнем разобрались. Все очень легко и удобно сделано. Все для людей. Так, убираем. Если изофикс, что нам нужно? Вот он сам изофикс. Здесь спереди есть кнопочка, которую мы нажимаем. И она высвобождает нам изофикс. Сейчас. На боку оно не срабатывает. Поставим так. Все, высунули. Также у нас здесь есть якорный ремень. Я надеюсь, вы в курсе, что такое якорный ремень. Это ремешок, который дает нам возможность... Сейчас я его высвобожу сюда, а то он с завода здесь натянут. Аккуратненько там пристегнут. Вот, собственно, сам якорный ремень. У него очень большой запас ремня. Вот целый шматок, видите? Моток, точнее говоря. Ремня. Нам нужно за подголовником. Там, если не седан, там сзади на спинке есть металлическая скобка. За нее цепляем и натягиваем, чтобы вот эта часть у нас притянулась. Соответственно, из-за фикс нам нужно сделать то же самое. Пристегнули. Защелкнули. И придавили. Все, якорным ремнем вот так вот подтянули. Все, крепление закончено. Если спокойнее вам будет, вы можете еще сверху еще ремнем дополнительно взрослым это все автомобильным продублировать. Это не запрещено, ничего страшного в этом нет. Вот, поэтому все варианты крепления, которые сейчас есть, здесь они использованы. По большому счету добавить мне уже нечего. Я лично скажу просто свое мнение. Я в большей степени обращаю внимание на то, что мы получаем за те деньги, которые просит производитель. Как по мне, цена-качество здесь действительно одно из лучших. Среди универсальных кресел выше оценок по безопасности. Я, в принципе, не знаю, у кого они есть. У них везде нормальные оценки. Тот же Бритек, Сырьевый мир, Мексикози. Лучше оценочки только у кресел со столиком безопасности. Но и то только при лобовых ДТП. Поэтому вот в районе... Цену сейчас не буду называть. Ссылка в описании на мир автокресел. Цены сейчас меняются. Поэтому нет смысла вам цену сейчас называть. Сами понимаете, что происходит. Внизу ссылка на мир автокресел. Там пройдете, посмотрите актуальную цену на момент, когда будете смотреть ролик. Я лично впечатлен ценой и то, что я взамен получаю. Комфорт отличный. Все варианты крепления. Спереди на автомобиль можете поставить. Якорный ремень изофикс. Причем установка ремнем здесь не проблемная. Все очень просто. Прокинули, натянули. Все. Поэтому смело рекомендую его рассмотреть, если ищите универсальное кресло для себя. И недорого, причем относительно. Конечно, оно не стоит там 3000 рублей. Но вы и знаете, что получаете за 3000. А здесь максимально за минимальные деньги. Поэтому ссылка внизу в описании. Если обзор вам понравился, что-то для себя полезное подчеркнули, ставьте свой царский лайк, подписочку на канал. Не забудьте подписаться. Это очень помогает развитию канала. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И до свидания.